Ланскнехты — это один из примеров пехоты, возрождение которой, как не каламбурно это звучит, пришлось на эпоху Ренессанса. Это не значит, что со времен античности в средние века не было никакой пехоты или не было значенной пехоты, это, конечно, не так. Но уж по большей части никто на нее ставку не делал. Как известно, средние века ассоциируется с тяжелой конницей, в броне, с копьями. Это не обязательно рыцари, рыцари в смысле посвященные. Но уж точно, значит, что-то такое верхом и в тяжелой броне — это прямо визитная карточка средневековья. Но уже ближе к позднему средневековью мы наблюдаем не просто триумфальное возвращение пехоты, а именно опору на пехоту как на основные подразделения. Причем это происходит сразу в нескольких местах из пехоты очень разного типа организации и тактики и всего остального. Это и англичане, и гуситы. И, наверное, самый яркий пример — это швейцарцы. И он нам нужен, поскольку он объясняет отчасти откуда берутся ланскнехты. Войны швейцарской конфедерации за независимость, которых швейцарцы показали всей Европе, что пехота — тяжелая пехота. Это не только классно в обороне против рыцарей, но и в наступлении тоже. Это, пожалуй, одна из главных их фишек — горные чудовища, как называют их некоторые латинские источники — за совершенно какой-то неукротимый свирепый нрав. То есть швейцарцы очень любят в атаке выступать, значит, швейцарцы очень любят не останавливаться. Швейцарцы, даже глядя на потери, вот там уже в 16 веке в некоторых битвах швейцарцы будут несколько раз штурмовать очень хорошо укрепленные позиции не только под ударами артиллерии, но и, значит, фланговых охватов, кавалерий, и все равно они будут продолжать штурмовать укрепление, потому что они швейцарцы, они не уверены, что они не проигрывают, что с ними бог и всякое такое. Но в любом случае в 15 веке швейцарцы впечатлили всю Европу своей вот этой вот отличной тактикой, значит, сомкнутых колонн пикинёров в первую очередь. И по образу швейцарцев некоторые другие народы, значит, пытаются создавать пехоту такого же вида, и Ланскнехте — один из таких вот примеров попытки копировать успешные, значит, попытки копировать швейцарские наработки, но на новый лад. Ключевую роль в этом копировании сыграют, ну, сначала эмиссары, да, и швейцарские, то есть известно, что уже там в 70-х годах, в частности, вот в 1479 году в Нюрнберге швейцарских ветеранов специально нанимают для того, чтобы они обучали примерно 100-200 человек в год, значит, как обращаться с пикой в плотном строю, вот, но это, как бы, с одной стороны, нетривиальная задача, чтобы, значит, пикой не поставить её на ногу соседу, чтобы, значит, когда они опускаются, не позадевать по голове впереди стоящих, ну и всякое такое, в общем, как бы, есть некоторая наука в этом, не очень хитрая, можно освоить, ну, суть, по крайней мере, по источникам, не самые одарённые и мотивированные люди осваивали эту всю, значит, пехотную науку с пикой, но, тем не менее, обучать их всё-таки требовалось, и вот, значит, третьих швейцарских ветеранов обучают нюрнбергцев. И, по всей видимости, этот опыт, значит, не только для Нюрнберга характерен. Ключевую роль в смысле организации институциональной Ланскнехтов сыграл Максимилиан I Габсбург, воспетый, собственно, в песнях Ланскнехтов как отец Ланскнехтов, значит, как человек, который больше всего для них сделал, очень любили, значит, Ланскнехтов и Максимилианов вспоминать, и, по всей видимости, Максимилиан вдохновлялся примерами даже не швейцарскими, а вот ламанскими. Есть известный такой случай 1479 года, битва при Генегате, значит, когда Максимилиан сражается за наследство, за бургундское наследство, он там женат на Марии Бургундской, единственной наследницей бургундского дома. Естественно, значит, бургундские права на некоторые территории были оспорены с французской стороны, и вот, значит, Максимилиану приходится вступать в военную кампанию. Дело доходит до этой самой битвы при Генегате, где Максимилиан делает удивительную, совершенно яркую вещь. Он встает в ряды фламандского ополчения, то есть с простолюдинами, вместе с еще двумя стами представителями элиты, да, то есть это прямо высший нобилитет, который только был в этой, значит, в Максимилианской армии, встает с пиками в руках вместе с фламандским ополчением. Наверное, Максимилиан что-то знал, потому что конница, значит, на его стороне отступит, убежит, значит, в закат, не выдержав натиска французов, но эта самая фламандская пехота устоит, то есть хваленые ордонансные французские роты, одна из лучших, значит, конниц своего времени, ничего не сможет сделать с этой, значит, 10 или 11-тысячной коробкой или, там, двумя коробками пехоты, и это будет, конечно, очень зримо и ярко для Максимилиана, что вот, смотрите, сомкнутые колонны людей, вооруженных древковым оружием, могут выстаивать против, значит, самых что ни на есть элитных конников своего времени. И с этого момента Максимилиан начинает серию мероприятий по созданию, значит, такой пехоты и у нас. По всей видимости, Максимилиан рассчитывал, что это будут полупрофессионалы, то есть люди, которые будут созываться как ополчение на момент кампании, а после кампании расходиться по домам, снова, там, не знаю, пахать землю, заниматься ремеслом или откуда они там будут взяты. Проблема стоит в том, что в случае с Германией так не сработало, во многом в силу социального кризиса, который происходит в Германии, об этом кризисе можно рассказывать долго и отдельно, если коротко, то вот все то, что приведет к, значит, реформации большой крестьянской войне 20-х годов, страшная социально-имущественная дифференциация, это общее недовольство в первую очередь церковью, но и не только, это, значит, замыкание цехов, если мы про города говорим, значит, разница между цеховыми мастерами и подмастерьями и всем вот этим, все это выльется в кучу и бамбурю социальных конфликтов и в итоге вытолкнет как бы на обочину социальной жизни очень много людей. Это и крестьяне, и горожане, и даже рыцари, там, например, на юге они страшно нищают, на юге Германии нет майората, то есть право наследования всего недвижимого имущества по мужской линии, стало быть, все недвижимое имущество делится, а это значит, что уже третье поколение с разделенным этим имуществом не может себя обеспечивать как полноценных, значит, значимых элитных, ну, представителей элиты какой-то социальной, и в итоге эти рыцари выходят на дороге грабить или, собственно, поступают в отряды пехоты, и таким образом ланскнехты довольно быстро мутируют в профессионалов войны, вот, людей, которые живут только этим, и это создает, наверное, главный нерв и напряжение, значит, что власть их рассматривают, имперская, в первую очередь, власть, ну, и княжеская, городская власть рассматривают их скорее как полупрофессионалов, то есть людей, которые отвоевали и вернулись, сами ланскнехты себя рассматривают исключительно как, значит, полноценных военных, криксфольк, военный люд, то есть люди, которые только войной живут, что порождает регулярные трения между, как бы, военными и гражданскими. К этим трениям мы чуть-чуть попозже, наверное, вернемся. Значит, поначалу качество этих самых отрядов ланскнехтов, ну, то есть, если про 15 век говорить, конечно, не швейцарская, то есть в, там, ну, опять же, известный пример, 1495-1999 год, во время Швабской войны швейцарцы встречаются с ланскнехтами, значит, напрямую, на длину древка, и швейцарцы опрокидывают их в озеро Боденское, значит, ланскнехты там пытаются спасаться вплавь, ничего не получается, в общем, это был просто катастрофический разгром, тотальный разгром, то есть швейцарцы объяснили всем, что они по-прежнему лучшая пехота своего времени, и ланскнехтам здесь ничего не светит. Пройдет довольно много времени, только в начале 20-х годов ланскнехты смогут на равных выступать против швейцарцев в прямом бою, и то первый раз в битве при Бекокке это произойдет не совсем так. Немцы используют несколько важных козырей, они построят, во-первых, полевые укрепления, во-вторых, они будут использовать активно огнестрельное оружие в качестве подготовки предварительной. И да, они выиграют в битве при Бекокке против швейцарцев, но швейцарцы будут поливать их помоями, значит, во всяких памфлетах, объясняя всем, ну и что вы зарылись нам в землю, как кроты, вот давайте-ка всерьез, значит, на холодном оружии выясним, кто из нас круче, но пройдет буквально несколько лет, и в битве при Павии, значит, швейцарцы сойдутся с ланскнехтами уже действительно напрямую, собственно, на холодном оружии, и вот тут ланскнехты смогут одержать победу против швейцарцев, и с этого момента происходит совершенно судьбоносный поворот в жизни каждого ланскнехта, поскольку их жалование наконец-то сравнялось со швейцарским. Если до середины 20-х годов ланскнехт получал два гульдена в месяц, вот, то после этого всего он будет получать четыре гульдена в месяц, как и швейцарец, что, собственно, для них будет неимоверной радостью, ибо это вдвое повышает ваше жалование, что от жалования рядового считаются все остальные жалования, включая там жалование небезвестных доппельзольднеров, да, там солдат на двойном жаловании, которые получают удвоенное за то, что они находятся на острие, ну, на острие опасности, да, если хотите, значит, да, тут тоже ходят про это всякие истории, про то, что вот это только исключительно солдаты с двуручными мечами, нет, это не так, в первую очередь это солдаты с броней, которые занимают первые ряды, первые шеренги, первые шеренги построения, и поэтому больше всех рискуют. Собственно, трехчетвертной доспех, основной маркер человека, получавшего двойное жалование, потому что именно на его плечи ляжет вся тяжесть, собственно, первых ударов. Значит, как это все организовано у ланскнехтов? Это субподряд, фактически, когда заказчик, ну, там, император или князь или король, значит, нанимает одного человека, значит, который становится полковником оберстом, оберствельдхаупман, да, там, главный, значит, полевой начальник, если хотите какой-то такой перевод, он ему поручает нанять сколько-то пехотинцев. Тот, в свою очередь, да, и получает за это документ, то есть к такому-то сроку столько-то пехотинцев, за это ты получишь такую-то сумму денег. А тот, в свою очередь, субподрядом нанимает людей, которые будут конкретные подразделения нанимать, рот. Это поручается хауптманом, да, капитаны. Вот каждый капитан вербует себе сам, он получает вербопатент, собственно, патент на вербовку, который позволяет ему нанимать людей в собственный вот этот вот маленький отряд. Там плавающее количество людей в этом отряде, вот, ну, там 200, 500, 600, как получится, вот, сколько он там сможет нанять и так далее. Просто он получает подушевое финансирование для каждого из них. Ну, и, соответственно, те уже обращаются к конкретным вербовщикам, и те вербуют, как правило, это, конечно, все строится по-знакомому, да, то есть там император хорошо знает какого-нибудь Георга фон Фрунсберга, Георга фон Фрунсберга хорошо знают другие немецкие военные, соответственно, они туда подтягиваются, подтягивают других, и, таким образом, это все довольно как бы корпоративно очень спаянное сообщество, которое хорошо друг друга знает, имеет рекомендации друг от друга и так далее и тому подобное. Значит, какая средняя численность? Разумеется, среднюю температуру по больнице высчитывать довольно сложно. Если говорить про трактаты середины 50-х годов, ну, это как бы самые яркие трактаты этого периода, это, наверное, Леанхард Фроншпергер, человек, который сделал огромную военную карьеру, там, стремительную военную карьеру и который занял высшие, там, имперские, он получил, там, несколько высших имперских должностей, вот он прям хорошо знает внутреннюю кухню, судя по всему, значит, армии того времени, он говорит, что вот, ну, нормальный пехотный контингент, который решает большую часть задач от 5 тысяч человек. Средний срок найма их, это три месяца, вот, но это не значит, что у вас в течение трех месяцев будет 5 тысяч человек, есть, конечно, и куда больше армии, то есть там Карл Пятый собирает до 50 тысяч совершенно спокойно, и в целом отряды Ланскнефтов склонны разрастаться к концу 16 века и к 17 веку, они там в числе явно прибавляют, вот, ну, как бы, тут еще большое подспорье то, что в Германии в целом довольно много населения, то есть в Германии это около 15 миллионов человек живет на начало 16 века и это много, то есть для сравнения в какой-нибудь там Испании живет примерно 5 миллионов человек, ну, то есть подсчеты бывают разные, вот, но имеем в виду, что в германских землях сильно больше людей, поэтому вербовать там испанскую пехоту и вербовать немецкую пехоту две разные задачи, то есть у вас просто людского ресурса в разном числе в достатке. Средний срок найма три месяца означает, что, значит, эти самые три месяца длятся довольно хитро. Все Ланскнефты заключают совокупно с нанимателем один большой документ под названием артикль-бриф, артикульное письмо, значит, или статейная грамота, которая является предком военных уставов, в которых просто перечислено, что Ланскнефты со своей стороны обязаны делать и что в отношении них обязан делать наниматель. И вот наниматель, конечно, в первую очередь обязан им платить в определенное время определенный размер жалования, то есть жалование устанавливается в четыре гульдена, стандартная, значит, рейнской чеканки обычно они оговаривают, ну, то есть каких именно гульденов. И, значит, много это или мало, ну, по-разному. Дюрер, например, зарабатывает 10-12 гульденов с продажи своих гравюр за одну ярмарку, то есть его жена просто на ярмарке торгует его гравюрами, он получает 10-12 за одну ярмарку. Значит, за большой заказ Дюрер получает 200-300 гульденов, ну, то есть, как бы, ландскнехты явно где-то в другой ценовой категории пребывают. С другой стороны, там, какой-нибудь чернорабочий в шахте получает гульден с копейками в год. Ну, то есть, относительно, как бы, если вы совсем выброшены, там, на социальное дно, то, значит, наемничество — это хороший способ поправить свои финансовые дела, особенно с учетом того, что платят вам не… это месяц не календарный, это важно, они оговаривают продолжительность этого месяца. Обычно там, ну, ландскнехты настаивают на 28 днях, вот, чаще звучит 30 дней, то есть без разницы 30-31, да, 30 дней прошло, все, извольте заплатить. И важно, значит, если вдруг случился в течение этих 30 дней штурм или там какая-то битва, то жалование уплачивается сразу после этого, то есть месяц финансовый закрывается, и все выжившие сразу получают жалую. Тут самая главная драма наступает для ландскнехтов, как ни трудно, значит, вычислить арифметически. 5 тысяч человек, даже без учета, значит, солдат на двойном жаловании, командующих и всего прочего — это 20 тысяч гульденов в месяц, ток пехоты. Средний доход князей варьируется примерно от 110 тысяч гульденов в год — это архиепископ Кёльнский, самый богатый среди крупных князей Германии — до 40 тысяч гульденов, по-моему, это Курфюрст Бранденбурга, зарабатывает. Вот, соответственно, из этого мы делаем нехитрый вывод, что даже если бы очень хотелось ландскнехтам заплатить, это не удастся сделать. Более того, все участники процесса знают это заведомо. Из этого рождается желание друг друга обмануть уже на старте, вот, поскольку наниматель знает, что он в лучшем случае заплатит им с добычей, в лучшем случае, вот, а скорее всего не заплатят совсем. А у нанимателя рождается гениальная мыслишка, как можно быстрее их использовать для, значит, решения вопроса, разменяв на ненужный штурм или отправив, значит, в ненужную битву просто, чтобы сократить количество людей, которым придется заплатить. Со своей стороны ландскнехты платят примерно той же монеты и начинается всякий мухлёж, когда они, значит, доспехи друг другу передают с тем, чтобы получать двойное жалование. Вот, ну, то есть они же через процедуру смотра проходят в обязательном порядке. И на этом смотрят, значит, каждый является тем оружием, которое у него есть, но если, значит, в конец очереди завернуть и передать доспехи другу, то он тоже получает за доспехи двойное жалование, и это очень удобно, значит, ну, то есть, конечно, с этим борются всячески, но тем не менее. Еще можно проституток или жен надеть в доспехи, тоже прогрессивный путь, значит, и там этого мухлёжа сколько хотите, вот, в документах оговаривается, значит, как они друг друга пытаются наколоть. Страшнейшим образом это, конечно, карается, в случае, если они пойманы за этим делом. Ну, то есть, женщинам прям нос отрезают, вот, за такого рода, значит, фокусы, но факт остается фактом. Так, в смысле тактики мы уже немножко затронули, но тем не менее, значит, широко распространяемые легенды о важности двуручного мяча для, значит, ланских и таких построений являются по большей части легендами, потому что чем ближе мы оказываемся к концу 16-го и начала 17-го века, тем меньше мы вообще наблюдаем хоть каких-то, значит, порывов в сторону двуручного мяча. Большой тактической роль он не играл никогда, значит, силу пехоты того времени, помимо брони у первых рядов, составляют их численность и массовость, их организованность, длина их пик и умение пользоваться огнестрельным оружием. С 30-х годов 16-го века у нас уже есть мушкеты, и чем дальше мы смотрим на развитие, значит, пехотной тактики, тем больше мы видим увеличение доли мушкетеров относительно пикинеров. И, собственно, комбинация использования пикинеров и мушкетеров и составляет всю основу пехотной тактики, значит, вплоть до революционного изобретения, перевернувшего мир европейского военного искусства, это изобретение штыка, когда можно в одном флаконе получить и пикинера, и мушкетера. Вот, но до этих пор, соответственно, вам приходится комбинировать два этих рода пехоты тем или иным способом. Но опять же, чем дальше, чем ближе к 17-го веку, чем дальше в 17-й век, тем больше истончается прослойка пикинеров и увеличивается доля мушкетеров, при том, что немцы с самого начала делают довольно большую ставку именно на огнестрел. То есть один из законов Максимилиана 1508-го, по-моему, года предписывает, значит, ну, то есть скорее в пожелательном порядке, значит, переключаться на огнестрельное оружие аркебузы, значит, в противовес каким-нибудь там луком или арбалетом, вот, потому что он уже видит прогрессивность в использовании огнестрельного оружия, и дальше оно, собственно, куда-то туда и сворачивает. Это что касается тактики. Но любим мы Ланс-Кнехтов, конечно, не за это, любим мы Ланс-Кнехтов за всякие разудалые истории, значит, и вообще за всех их субкультурные маркеры. Это за прически, да, они, значит, в отличие от довольно выверенного рыцарского образа, значит, Ланс-Кнехты отращивают бороды и, в общем, покруче любых хипстеров стригутся. Вот, у них, правда, очень экзотические бывают стрижки. Они взрывают моду, значит, есть вообще распорядки об одежде. Документ, который появляется в связи с эпидемией чумы середины 14 века в Европе, и, значит, периодически они обновляются. Задачи этих документов поддержать сословные рамки. То есть, какое сословие, что может носить и что носить не может. Вот у Ланс-Кнехтов есть исключение. Значит, как тот же самый Максимилиан I Габзбург, значит, написал и потом подтвердил его внук Карл V, значит, поскольку жизнь наемника коротка, значит, пусть он во время кампании военной носит все, что ему заблагорассудится. Проблема в том, что для многих немецких наемников, значит, с наймом вот этим трехмесячным жизнь наемника не заканчивалась, поэтому они носили в целом, что хотели и когда хотели. Тем самым на части просто разрывая не только сословные границы, но и моду того времени. То есть, это какие-нибудь безумные плюмажи с кучей перьев страусиных, это золотые цепи, кольца, буфы, разрезы, дорогие ткани в безумном сочетании и все, что хотите. Историки костюма здесь просто аплодируют стоя, потому что для них это просто какой-то, значит, рай, парадайз. Можно смотреть бесконечно на все эти выверты ланскнехтской моды. Они же, ланскнехты, используют очень специфическую речь. То есть, во-первых, их речь наводнена классическим бандитским арго. Рот Вейльшон называется в Германии. Строится он очень простым образом, там обычным словам приписываются необычные значения. В целом, поймал обезьяну, например, это значит быть пьяным. И вот из таких вот слов комбинируется их речь, которая непосвященному человеку не говорит буквально ни о чем, но посвященному, соответственно, наоборот. Таким арго пользуются еще студенты и профессиональные, значит, бандиты, воры и так далее. То есть, это в целом же арго преступного мира. Они же вводят в качестве нормы обращение друг к другу брат и командиру отец. Это не всегда так воспроизводится, но в целом они склонны себя воспринимать как одно большое братство. Брудершафт, особенно в фольклоре. Да, ланскнехты порождают свой феерический фольклор. Он занимает, вот в пятитомнике Лилии Инкрона, не соврать, наверное, один том целиком посвящен, собственно, фольклору военных шестнадцатого века, потому что они по любому поводу чего-нибудь досочиняют. Как правило, это какой-нибудь примитивный четырехстопный ямп, а иногда куда-нибудь там уезжающий в двухстопный, трехстопный или растягивающийся до пятистопного. Обычный народный размер, совершенно незатейливые мотивы, описание тяжелой солдатской доли и всякого такого. Обычная армейская романтика. Но прям в большом количестве они это создают, то есть они явно как-то для себя это все воспроизводят. Ну и плюс у ланскнехтов еще есть поведенческие какие-то такие стереотипы. Они очень горой друг за другом из-за братства, вплоть до того, что они устраняют даже причины каких-то разногласий, если вдруг они у них возникают. Самый яркий тут, наверное, пример, это когда двое ланскнехтов пленили принца крови французского, какого-то из потомков, по-моему, бургундского, нет, бретонского герцога вроде, не буду выбрать, не помню, но они приняли принца крови, то есть человек, который в принципе имеет право на французскую корону. За нем можно получить просто колоссальный выкуп. Подошел третий ланскнехт и спросил, они его вдоль возьмут вдвоем, они скажут, что нет, не возьмут. И тогда, дабы не разрушать боевого братства ланскнехтов, они застрелили этого принца крови прямо там. Вот. Ну, то есть к вопросу о том, что эти люди поставили огромную сумму денег и братство на чаши весов, выяснили, что братство для них важнее. Эти люди консолидировано отстаивают свои права, в первую очередь перед лицом командиров, которые стремятся их всячески обмануть по уже озвученным экономическим, в первую очередь, причинам. Причем это доходит вплоть до конфликта с как бы даже с сильнейшими людьми мира сего, мира того, например, с Карлом V. То есть они, однажды узнав, что им сейчас не выплатят жалования, пришли и обложили в Аугсбурге резиденцию Карла V. Когда Карл V вышел на балкон и спросил, а чего вы хотите? Они ему выдали, мы хотим либо денег, либо крови. И никто не будь, а император Священной Римской империи унижался, извиняясь перед ними, выплачиваем жалования и так далее. Просто потому, что эти люди чувствовали за собой вот такую корпоративную силу. Чем больше таких вот субкультурных механизмов используют ланскнехты, тем понятнее становится, что эти субкультурные механизмы на самом деле контркультурные. Ланскнехты становятся такими потому, что они выброшены из общества, они не могут туда вернуться. Большей частью ланскнехты, которые не занимались непосредственно наймом, а шарахались в ожидании следующего найма по округе. Очень редко, когда им удавалось осесть на постоянной основе у кого-нибудь на службе, гораздо чаще это небольшие отряды, которые занимались мародерством, грабежами, ну в лучшем случае просто кражами, там каких-нибудь курей у крестьян. Вот они мальчиков для этой цели очень любили использовать. Ну то есть при отряде же ходят и женщины, и дети. Ну отчасти потому, что вот там, не знаю, вы крестьянин, ушли вы в ланскнехты, куда удейте жену? Ну с собой, конечно, какие варианты-то. И вот-то у нас обозы разрастаются там до бесконечности эти 16 века, потому что в них всяко кто-то не лень едет. Ну вот, и соответственно мальчиков этих использовали для того, чтобы значит воровством заниматься и так далее. Естественно с этим борются по империи, борются ну как обычно известными народными средствами, то есть истреблением проблемы. Например, Аугсбург держит несколько десятков всадников на вооружении, которые занимаются исключительно отловом таких вот в атак ланскнехтов, слоняющихся по территории подвластным Аугсбургу без найма. Вот они просто выясняют, если они никем не нанят, их просто истребляют прямо там верхом. Вот и соответственно ланскнехты платят примерно той же монеты и обществу того времени, всячески демонстрируя тем, что они не такие. Вот то есть это взаимный конфликт. У нас есть целая серия значит истории, когда конфликт провоцируется со стороны военных. Мол, мы какие-то сверхлюди, которые значит проливают кровь за империю, а вы гражданские. Есть наоборот. Вот я гражданский, я живу нормальной жизнью, а что ты из себя представляешь? Такой пьяный, грязный и так далее. Да, насчет пьяного и грязного это тоже важно. Очень редко, когда кто-то задумывается о том, что ну это же просто очень яркие персонажи ланскнехты. Там есть оборотная страна. То есть в Италии, например, ланскнехты породили две поговорки. Грязный как ланскнехт и пьяный как ланскнехт. Более того, это пьянство немецких военных просто подтверждается везде, где можно, включая самими же немецкими документами. Ну в частности, те же вот статейные грамоты, которые я упоминал, в них есть пункт, что ланскнехтам запрещается спаивать представителей других национальностей или насильно вливать в них алкоголь. То есть чтобы на уровень общего законодательства вынести эту проблему, что ланскнехты не просто пьют, они пьют безбожно. Оно там вот и возникает. Когда это начинает клониться к закату во второй половине 16 века. И связано это в первую очередь с нидерландской военной реформой, с реформой принцев аранских Нассау, которые бросают вызов испанской империи и хотят независимости. Тоже большой сюжет, яркий сюжет. Что там важно? Что основная проблема ланскнехтов, из которой все рождается, это невозможность перевести их на постоянную службу. Превратить их в постоянную наемную армию, а не временную наемную армию, как они всегда и были. Потому что ни у кого нет таких денег. Но голландцев, по счастью, нашлись. И собственно самое главное нововведение, которое делают принц Иранский, жалование их солдатам не задерживается ни на час. То есть они костями и лягте, но выплатить их солдат все ему причитающиеся. За это они начинают вводить совершенно жуткую дисциплину. В отличие от этой размузданной в атаке ланскнехтов, которые то делают, то не делают. Здесь рыбу заворачивал и так далее. Нидерландские пехотинцы носом землю роют. Маршировать надо в дождь, в град, в грозу, когда значит командир прикажет копать полевые укрепления над самим. И с этого момента возникает саперная лопатка на вооружение каждого солдата со второй половины 16 века благодаря нидерландской военной реформе. Кстати, немцы тоже очень любят полевые укрепления, но никогда их сами не роют. За ланскнехтов роют женщины, дети и все остальные. А как же, то есть я боец, я устал, тут пока буду рыть, а мне потом в сражении. Нет, поэтому ланскнехты считают выше своего достоинства. Хотя пользуются они этими полевыми укреплениями прекрасно. Но вот рыть нет, это не к нам. Но, соответственно, принц Иранский вносит коррективы. И, причем с ланскнехты. Мы знаем, что довольно много среди инструкторов для вот этих нидерландских пехотинцев использовали как раз немецких пехотинцев, ланскнехтов, которые прошли вот эту школу, значит, опытных военных, хороших, значит, толковых организаторов, которых теперь переводят на новые рельсы. Мы вам платим, платим регулярно. Ну вот, извольте, пожалуйста, за это служить по полной. Вся эта, конечно, наемная, значит, романтика еще продолжается. И окончательно она, наверное, исчерпает себя после Тридцатилетней войны. Ну, то есть в ходе Тридцатилетней войны во многом благодаря а огромным потерям, б реорганизациям в армиях, ну, в том числе наемных армиях, вся вот эта ланскнехтская вольница сходит на нет. Вот. И со второй половины 17 века мы уже видим более-менее, значит, полноценные, постоянные наемные армии везде, где только можно. И в том числе у немцев. И это вот, ну, как Тридцатилетняя война, наверное, последний аккорд ланскнехтов. Значит, почему в целом они интересны историкам, значит, современным историкам. Понятно, почему они интересны любителям, да, это просто яркий сюжет с двуручными мечами и красивыми костюмами. А историкам это интересно, потому что это, как бы, некоторый ирзац армии постоянных наемных нового времени. То есть это не до такие, да, и, соответственно, мы можем видеть, как вот те механизмы, которые превращают армию в нечто, значит, хорошо обученное, цивилизованное, по науке организованное, да, то есть военная наука термин, который не для раннего нового времени существует, да, чуть позже. Но вот здесь уже первые зачатки этого появляются, то есть появляются прото-военные уставы, появляются прото-организационные какие-то там элементы. Вот. И все вот это крайне интересно историкам военным изучать, а историкам, которые, значит, социальные историки вроде меня, им вот интересно скорее про формирование там субкультурных, контркультурных механизмов и про то, как такая аномалия, как Ланскнехты в целом встраивается в общество. Что касается в целом применения двуручного меча в пехотных контингентах, в частности, Ланскнехтовских. Мы знаем, что некоторая часть людей была вооружена не пикой и не огнестрельным оружием, а так называемым коротким оружием в Курце-ВР, куда попадала совершенно не короткая какая-нибудь алибарда, которая была вполне себе конкурентом двуручного меча, двуручные мечи собственно и так далее. Значит, про этих ребят ходят разные истории, значит, есть всякие источники вроде Гвичердини, которые рассказывают про попытки рубить пики противника с помощью, значит, этого всего дела. Попытки такие точно предпринимались, если бы они были успешными, пикинеры бы не выжили, а ребята с двуручными мечами остались. Совершенно очевидно, что столкновение пикинеров с ребятами, которые пробуют рубить пики, закончилось в пользу пикинеров, вот, без иллюзий. Второе, значит, у этого строя в любом случае рано или поздно возникают какие-нибудь функции типа прикрыть фланги этой самой коробки, куда мог бы, значит, можно отправить человека с двуручным мечом. Это всякие функции охраны, охраны знаменосцев Фенриха, охраны командира и так далее. Опять же, вообще эти самые охранники, трабанты, используют не такое оружие, как обычные, значит, солдаты в строю, это прям четко видно по визуалу, но далеко не всегда это двуручные мечи. Это, опять же, нередко алебарды, потому что алебарды царица полей, крайне функциональное оружие во всех возможных отношениях, можно рубить, колоть, стаскивать, бить потоком, взять покороче, взять подлиннее. То есть, в этом смысле двуручный меч штука куда более сложная в употреблении, вот, нежели алебарда. Айзеншписс, они используют такой штырь металлический на палке, который с упором для того же самого, то есть пробивать, колоть и так далее. Вот, но трабанты куда чаще занимаются защитой командиру от собственных подчиненных. То есть, задача защитить командиру от вражеской армии, вот, то есть, вражеской армии еще нужно преодолеть всю свою армию, чтобы добраться до командира. А вот конфликты с подчиненными, это прям вот норма жизни. И поэтому вот тут-то как раз, значит, применение всякого нестроевого оружия, то есть, не пик, не мушкетов и так далее, вот здесь прямо ниша для, значит, всяких двуручных мечей или бард и всякого прочего. Еще в качестве вспомогательного оружия, ну, вообще, это норма, у вас есть основное оружие, есть вспомогательное. В качестве вспомогательного оружия ланскинехты используют короткие мечи, то есть, кацбальгер, да, кашкадер и не только, то есть, это всякие тисаки бывают и так далее. Это рецепт известный, опять же, еще с античных времен, да, там какая-нибудь фаланга, например, имеет копье, значит, но и короткий меч тоже на случай рубки, когда слишком тесно для использования копья. Тут ровно та же история, то есть, когда вас, значит, строй на строй вминает друг в друга, таких изображений у нас хватает, вот, вас просто задние ряды напором вколачивают в передние ряды противника и там уже не до пик, то есть, там этим и не до двуручных мечей, не до алебард, не до чего, там приходится доставать что-то короткое и буквально вот резней уже там в живот и так далее, в упор заниматься. Вот, поэтому короткие, широкие пехотные клинки, вот, тоже вполне распространенная штука среди ланскинехтов. Ну и, соответственно, это может быть что-то там чуть более длинное, которыми мушкетеры пользуются, да, то есть, тоже, опять же, дали залп, пока перезаряжаемся, а если вдруг уже драться, приходится брать что-то другое, да, то есть, мушкетом, конечно, тоже можно бить, как дубинкой, вот, но клинковое оружие у них вполне себе тоже на поясе имеется, опять же, для, там, в качестве вспомогательного оружия. Так, касаемо того, чтобы, значит, долго-долго наемничать, скопить кучу денег и потом больше не наемничать. В целом, с учетом того, что у нас основные потери, это не боевые, ваши шансы, значит, умереть на войне, не только в сражении, но и вообще умереть, близки к ста процентам. Понятно, что есть считанные единицы, которые возвращаются успешно, значит, из военных походов с какой-то приличной добычей, строят военную карьеру, и такие примеры у нас есть. Самый яркий пример такой карьеры, это, наверное, Себастьян Шерлинг, он будет Буртенбах, который не был, он был просто горожанином, юристом, но пришел в Ланскнехтские отряды, дослужился до, там, серьезных командных должностей, сколотил приличное состояние, анаблировался, купился поместье и дальше, что тоже интересно, не порвал совсем с военным ремеслом, он кошмарил собственных соседей, значит, ведя с ними частные войны по, значит, разным поводам. И это голубая мечта Ланскнехтов, то есть понятно, что где-то в пределе они хотели именно этого, но понимали они совершенно, вот, отчетливо, что вся их жизнь крайне недолгая, поэтому вот этим вот фатализмом и экзистенциальной безысходностью, как это мы бы назвали на языке 20-го века, вот, просто пронизан фольклор Ланскнехтов, они прекрасно понимают, что большая их часть сгниет в канаве, либо здесь, либо вернувшись из похода, потому что они никому не нужны и никуда они не денутся, вот, из этого всего, то есть они не вернутся в мирную жизнь никак, потому что мирная жизнь не готова их принять, они не готовы принять мирную жизнь, это вот прямо лейтмотив всего этого, то есть, на самом деле, для меня история Ланскнехтов, это, в первую очередь, история социальной трагедии, социальной драмы. Если про то, как долго держалась их там одежда, когда, как часто они меняли, вот, если меняли вообще, с учетом общей грязи, характерной для войск того времени, то тут надо понимать, что, значит, когда Ланскнехт поступает на службу, ему выплачивают предварительные деньги, значит, они называются кляйдалгельты, то есть деньги на одежду, вот, то есть он на эти деньги должен себя, значит, модно приодеть, чтобы отправиться в войска, соответственно, предположительно, в начале каждого найма что-то из одежды и обуви он себе приобретал, ну, то есть оружие ему, наверное, не резон уже, а у него какое-то же есть, он уже не просто так нанялся, то есть для того, чтобы наняться, нужно прийти уже с оружием, оно стоит не очень дорого, ну, то есть, вот, обычно, там, те же, там, двух гульденов должно хватить на пику и короткий меч, которыми они пользуются, вот, соответственно, еще имеем там два гульдена на всякое разное, вот, ну, и в случае, если это успешный поход, то можно получить и что-то побольше, более того, очень часто им жалования платят не в деньгах, вот, а в каких-то материальных предметах, соответственно, это может быть и ткань, такие случаи у нас точно есть, из которой, ну, грех не пошить, или, соответственно, как бы грабежи и мародерство никто не отменял, вот, награбили и пошились, приоделись, чего бы и нет. Ну, на самом деле, довольно много он таких битв посетит, то есть, если взять, там, не знаю, георга фон Фрунсберга, который, кстати, вот, тоже важно, то есть, надо понимать, что ланскнехские командиры не отсиживались за спинами подчиненных, иначе бы их просто не поняли, то есть, мы знаем, что, там, георг фон Фрунсберг, там, как сказано в источнике, рубился, как медведь в первых рядах, то есть, он явно использовал, что рубище, там, двуручный меч или алебарду, мы не знаем, но уж точно там, на передовой, вот, просто потому что иначе свои же собственные солдаты будут смотреть на это косо, вот, и при том, что георг фон Фрунсберг прошел, как бы, кучу кампаний, ну, ультра ветеран уже на момент, там, итальянских войн, вот, поэтому в целом, наверное, значит, опытные люди, прошедшие, там, ни одну, ни пять, ни шесть крупных битв, там, а несколько десятков, вполне там имелись, вот, другое дело, что сепсис, голод и все остальное выкашивает их просто толпами, вот, поэтому это, как бы, ну, каждый раз, как в русскую рулетку играть, то есть, ну, авось повезет, авось и нет, чаще нет, но, может, и повезет, поэтому, можно без труда найти примеры, когда люди загнулись еще до начала первого боевого столкновения, вот, так и по успешно прошедшей много кампаний. Полевые лагеря Ланскнехтов устраивались, ну, то есть, с подачей нескольких должностных лиц, у нас есть квартирмейстер, который отвечает за распределение людей по, значит, домам, квартирам и так далее, если они имеются, вот, вообще, по той армии, которая просто мирно путешествует, ну, мирно, в кавычках, через территорию подвластную нанимателю, это отдельный квест, вот, потому что всех этих людей, как бы, ну, то есть, мы говорим про, там, тысячи человек, надо где-то размещать, вот, размещают их, как правило, в кабаках и тавернах, что, как вы понимаете, немедленно порождает желание, а, что-нибудь выпить, б, найти себе каких-нибудь приключений, поэтому, значит, драки с участием Ланскнехтов в кабаках, это просто норма жизни и распространеннейший сюжет немецкой гравюры, там, и 16 века, и позже. Значит, если мы говорим про говно-палаточный лагерь, то там одно было ключевое условие, которое старались соблюдать все командиры, это, не дай бог, не селить, значит, Ланскнехтов с представителями других национальностей рядом, потому что это порождало немедленное желание, а, исконницы рядом, то есть это, и в том, и в другом случае, это стопроцентный конфликт, значит, с конницей на почве жалования, конечно, потому что, если у вас есть какая-нибудь ледащая, значит, лошадка и два пистолета, то вы уже рейтар, вот, и сумма вашего жалования, по-моему, 12 гульденов, что в три раза больше жалования рядового Ланскнехта, и, естественно, Ланскнехтов это бесило, потому что эти самые рейтары, это, там, не знаю, разведка, фуражировка и так далее, вот, а мы тут прямо в прямом боевом столкновении встаем, значит, под каток какой-нибудь французской конницы, вот, и это как-то не очень честно с точки зрения Ланскнехтов, вот, поэтому это вызывало постоянные трения, значит, между конными и пешими в немецких армиях, но и представители других национальностей, а со швейцарцами понятно, их вообще в одну армию не брали, потому что эти люди ненавидели друг друга всеми фибрами души, ну, с учетом того, что они занимают ровно одну и ту же экологическую нишу, вот, и те, и другие наемничают, и те, и другие зарабатывают себе этим на жизнь, вот, неудивительно, что конкуренция между ними была особенно лютой, вот, да, часто, кстати, поминают про резню в отношении друг друга, что вот они пленных не брали, объявляли всегда злую войну, а если вздраво разобраться, зачем им брать пленных, ну, есть пленного же надо кормить, и с него надо что-то получить, а что вы получите с вчерашнего крестьянина, которому некуда возвращаться, да ничего, поэтому проще этих пленных просто там же и перебить, вот, поэтому и швейцарцы этим занимались и Ланскнехты с одинаковым энтузиазмом, вот, что, конечно, шокировало всяких там рыцарей итальянских, например, которые за годы кондотерства избаловались брать друг друга в плен и выкупать, значит, ну, то есть, как бы, сегодня мы воюем, а завтра-то, может быть, нас на одну сторону наймут, так чего, значит, ссориться, это же просто, как бы, корпоративные интересы, да, вот, это не значит, что там никто не погибал, погибали, конечно, вот, но в целом ориентация была скорее не убить, а взять в плен, чтобы получить с этого прямой, значит, прямой выкуп, вот, а в случае с пехотой, там, швейцарской и Ланскнехской, это все, конечно, не работает, поэтому, естественно, резня, вот, ну, и то же самое касалось каких-нибудь испанцев, вот, испанцы с немцами часто встречаются в одной армии и вот, не дай бог, они, значит, будут рядом, есть прямо реальные истории, значит, такого примерно вида, значит, Ланскнехтам очень захотелось есть и поэтому они угнали коня у кого-то из испанских командиров и сожрали его, подчиненные, значит, этого самого командира выяснили, куда делся конь и начали свару, Ланскнехты со своей стороны решили ответить, закончилось это все, значит, грандиозной дракой прямо в лагере, значит, в которой поучаствовало несколько сотен человек, а также огнестрельное оружие и даже пушки, то есть это просто внутри полевого лагеря происходит ночью на ровном месте, вот, разумеется, про какой-то там порядок, системность, вот, и ровные ряды палаток, как в римском лагере, значит, по описаниям римских же военных трактатов Атландскнехтов ожидать трудно, прямо скажем, вот, поэтому это скорее, значит, стихийная организация на уровне отдельных энтузиастов, командиров, которые имели достаточно авторитета, чтобы держать это все в узде. Да, караулы там, конечно, выставляются, но с учетом того, что, значит, у нас в Ланскнех кто-то платит, кто нет, иногда эти караулы саботируются, значит, потому что Ланскнех считает, что если ему не платят, то он и он не обязан, значит, в полном объеме нести тяготы воинской службы и так далее и тому подобное, поэтому вроде бы, да, похоже на цивилизованную, значит, армию в лагере, по факту нет, не похоже, вот, это очень стихийно каждый раз конфигурируется. Вообще Ланскнехты предпочитают жить в составе группы друзей, вот, это тот же римский контуберний, только на новый лад, называется Ротте, это не Рота, это, значит, Ротте, это в переводе с немецкого ватага, это прямо реально группа, там, ну, чуть меньше десяти человек, там, шесть, восемь, собственно, сослужиться, в которой тесно спаяны узами дружбы, и вот они обычно вместе живут, то есть они либо на одной квартире живут, либо в одной таверне живут, либо палатку вместе ставят, вот, и они вот эти шесть-восемь человек вместе тусуются, вот, соответственно, ну, они выбирают от себя делегата, то есть для, он Ротмайстер называется, Ротмейстер наш, значит, будущий, который от лица всего этого, значит, соединения, там, из шести-восьми человек может выступать, что вот он такой, значит, представитель от них. Да, это тоже, кстати, важная особенность Ланскнехской организации, в том, что у них, она не только сверху строится, перемедаль, но и снизу, то есть у них есть выборные должности, на которые сами Ланскнехты кого-то назначают из тех, кого они видят наиболее авторитетными, значит, персонажами. Вот, самый нижний ярус этого, это как раз вот Ротмайстера, и вот эти Ротмайстера организуют, собственно, быт вот этой маленькой Ротте, и когда надо куда-то прибыть, они, соответственно, отвечают за то, чтобы эти люди дошли до точки, из точки А в точку Б, не потерявшись там где-нибудь в лагере. Вообще, конечно, количество, ну, то есть есть трактат Киргофа с самого начала XVII века, где он рассказывает про то, что где-то треть армии должна быть с пиками, треть должна быть с коротким оружием, то есть с алебардами, двуручными мечами и всем таким, и треть с огнестрелом. Но это, скорее, иллюзия Киргофа, и в лучшем случае какая-то реминесценция в сторону терции первой половины XVI века, потому что, конечно, к началу XVII века это уже лютая архаика. Вот, поскольку у вас основное тактическое, значит, основное тактическое применение пехоты связано с пикой и мушкетом, логично сокращать количество алебардеров до приемлемого минимума, назовем это так. То есть, да, какой-нибудь этот, возможно купировать какие-то прорывы или там, ну, то есть, есть там всякие приемы в трактатах описаны с прижиманием пики с помощью алебарды к земле, и всякие такие трюки можно провернуть. Да, есть телохранители, которых каждой должности положено определенное число, ну, там от двух до шестнадцати, по-моему, в идеале, а шестнадцати это уже для там главнокомандующего этих трабантов, которые имеют алебарды на вооружении. Но это капля в море, ну, то есть, относительно тысяч и тысяч пехоты, вот, количество алебардеров ничтожно мало, по факту, ничтожно мало. То есть, решают не они, решают пики и огнестрел. Значит, ланскнехты, как и другая пехота того времени стремится углубляться, то есть, делать много шеренг с тем, чтобы обеспечивать, ну, есть не тонкую линию, а напор задних рядов на передние, поскольку вы с ними сходитесь в, значит, прямом. Ну, то есть, это в случае, если у вас стрелки, вам выгодно вытягиваться в тонкую цепочку, и как раз наоборот, если вы тяжелая пехота, значит, в плотном строю, в доспехах, а первые ряды всегда в доспехах. Соответственно, в случае там смены рядов, это для мушкетеров еще окей, и так делают, а вот для пикинеров совершенно, ну, то есть, они там всякие там удвоения-разудвоения, конечно, делают, в зависимости от задачи, которые перед этими пехотницами ставятся, но в любом случае у вас первые ряды все в броне, просто потому что это самое опасное, где можно находиться, поэтому заменить там пикинера первого ряда на пикинера шестого ряда, это не очень понятный маневр, то есть, а для чего, собственно, так надо сделать, если у вас в первых рядах стоят наиболее опытные и хорошо вооруженные солдаты, как раз наоборот, вот, пускай они там останутся, потому что на их плечи ляжет вся основная тяжесть битвы. Обоз одна из ключевых, значит, вещей для армии 16 века и Ланскнехта тут не исключение. Командир обоза это крайне авторитетный военный, крайне, то есть, там прямо предписано в трактатах, чтобы он был вот и, значит, со стороны командующего состава он пользовался большим уважением, и со стороны рядовых, потому что он прямо многое определял. Зовут его Хуренвайбль, то есть, фельдфебель шлюх, что уже, значит, сильно характеризует состав этого самого обоза, но состоит он не только из женщин известной профессии, хотя куда же без них, но и, собственно, жен детей этих самых Ланскнехтов, а также тех, кто продает им и покупает у них всякое разное, плюс всякие, значит, воры, шулеры, кабачики и все, кому вообще не лень, то есть, это все разрасталось в совершенно невероятных каких-то размерах по численности, превышавшие, собственно, действующую армию в пару раз, если не больше. Вот, поэтому, разумеется, всем этим балаганом надо было как-то руководить, а у вас один Хуренвайбль и несколько его подчиненных, поэтому он действительно должен был обладать недюжинными организаторскими способностями и недюжинным авторитетом, чтобы разруливать все многочисленные случаи, которые там только возникали, но да, это как бы бич армии того времени, все как бы терпеть этого не могут, потому что эти обозы сильно замедляют продвижение армии, например, ну куда деваться, но с другой стороны у вас Ланскнехты и без этого обоза никуда не хотят идти. Вот, поэтому, да, это как бы необходимое зло, приходится самимириться с наличием этого всего. Плюс к тому, у нас же нет централизованной системы снабжения, у нас каждый Ланскнехт получил жалование и ест он, что найдет. Вот, ну то есть, все попытки организовать какое-то централизованное снабжение, склады и так далее, приводили к разграблению этих складов первыми же подтянувшимися отрядами, независимо от того, сколько они могут съесть. Остальное сжигалось. Ну то есть, это просто реальный случай, который был в практике Карла V, когда они создали эти склады. И первый же, значит, авангард это все, значит, забрал, а что не забрал, сжег. Соответственно, всю остальную армию, лишив всех возможностей. Поэтому, конечно, там это единственный способ в целом снабжать эту самую комбатантов. Вот, ну и соответственно, там существует индустрия некомбатантов, обслуживающих комбатантов. Да, такая вот дичь. С точки зрения армии там нового времени, это, конечно, все надо выжигать каленым железом. С точки зрения армии раннего нового времени, вот это неизбежно, как восход солнца.